Здесь была 35-я школа. По надписям на стенах заброшенного здания можно узнать, из каких учебных заведений школьники лазили по стройке, рискуя жизнью. Опасный объект, который облюбовали дети, находится в самом центре города, на улице Широнова. Ирина Забродина отправилась на эту стройку. На очередную заброшенную стройку просят обратить внимание хабаровчане. И прислали нам вот такие кадры. Здесь видно, что на территорию проникли подростки, как минимум 10 человек. И вот уже на следующих кадрах видно, как они, рискуя жизнями, бегают по опасной конструкции. Снимали видео вот с этого здания. Сейчас поговорим с учевидцами. Ежедневно, я так понимаю, наблюдаете вот эту картину. Детей мы видим регулярно. Не только я, но и мои коллеги в том числе. В любое время года, особенно во время каникул, это настоящий бум. Мы обеспокоены этим вопросом. Это все-таки стройка, это небезопасное место. И лучше родителям знать, где их дети находятся в моменте, пока их нет. Возраст детей успели заметить? Возраст, наверное, от 11 и старше. Мы подошли близко к этому заброшенному объекту. Видим, что ограждения уже начинают приходить в негодность. Вот, в частности, козырек. Посмотрите, как висит. Ну и объект не охраняется. Можно беспрепятственно туда проникнуть, что мы сейчас и сделаем. Вот здесь и бегают дети. Посмотрите, какие опасные штыри. Если кто-то сорвется, страшно даже представить, что может случиться. Видно, что эта территория уже давно превратилась в помойку. Неважно, по каким причинам собственник не может достроить этот объект. В любом случае, это его обязанность – содержать территорию в порядке. Поскольку недострой представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Должен быть за забором и охраняться от посторонних. И вот эта разруха стоит прямо в центре города. Мало того, еще перегорожена часть тротуара, что, конечно же, доставляет большие неудобства пешеходам. Забор здесь тоже оставляет желать лучшего. Проникнуть на стройку можно с разных сторон. К сожалению, эти руины не единственные в городе. По данным прокуратуры, в прошлом году в Хабаровске был выявлен 91 опасный объект. Это недостроенные здания и конструкции, нежилые заброшенные дома, конституционные люки и овраги. Какие-то меры принимаете, чтобы этих объектов стало меньше? Было внесено мэру представление об устранении нарушений, поскольку эти бесхозные объекты в ходе проверки мы выявили. Мы говорим о тех объектах, у которых нет уже собственников по каким-то причинам? Да, которые бесхозяйные. Случаи бывают еще более сложные. То есть, когда есть собственник, есть охрана, в настоящее время проводится проверка по факту падения гражданина в лифтовую шахту, объекта, который расположен на улице Тихоокеанской, которое привело к летальному исходу. Там ЧОП охранял. То есть, люди смогли проникнуть, играли там в пинтбол. Что можем сказать по улице Широнова? Дети бегают по стройке. Проводилась проверка арендаторам. Мер к надлежащему содержанию данного объекта не было. В администрации города приняты меры. Они обратились к конкурсному управляющему, который сейчас занимается делом о банкротстве в отношении юридического лица, являющегося арендатором. Получается, конкурсный управляющий сейчас должен выставить охрану? Управляющий сообщил о том, что данный объект находится на консервации. Мы надеемся, что сейчас проверку проведем, и, наверное, конкурсный управляющий все-таки примет меры к тому, чтобы данный объект находился под надлежащей охраной. Доступ на него закрыт для посторонних лиц, особенно для несовершеннолетних детей.